Встреча с миграцией в Австралию Встреча с миграцией в Австралию Почему ребята? Потому что, во-первых, вы узнаете точку зрения других людей, независимых людей на жизнь в Австралии, на быт в Австралии С другой стороны, вы познакомитесь с новыми лицами, которые вполне возможно в будущем станут вашими друзьями То есть вы станете ближе друг к другу Это одна из основных целей проекта Рамзес И, наверное, такая неангажированная точка зрения и более профессиональная Потому что люди сталкиваются со многими проблемами сами вплотную Вместо того, чтобы отвечал я, который сталкивался с этими проблемами Но с некоторыми нет И поэтому, скажем так, видимо, точка зрения человека, который сам вплотную столкнулся с какой-то проблемой Будет для вас более интересной По всем этим, скажем так, параметрам Я думаю, что включение уже ребят в вот эти вот видеоролики будут вещью достаточно интересной И опять-таки это уже не будет рассматриваться как такая поднадоевшая самореклама Итак, первый вопрос о кредитных картах Вообще, я человек достаточно консервативный и достаточно осторожно отношусь к кредитным картам Есть определенные выгоды Есть определенные недостатки Во-первых, саму по себе кредитную карту достаточно тяжело получить Если ты не являешься постоянным жителем этой страны Но возможно Кредитная карта подразумевает собой облегчение платежей Особенно если мы говорим о заслуживающих доверия Скажем так, компаниях Положим, государственные службы какие-то Страховые компании и так далее, так далее Магазины Крупные, допустим, торговые центры В этом случае, конечно, использование кредитной карты удобно Но при этом недостатки ее Во-первых, за нее надо платить Хотя вот первый год обычно это бесплатно Я думаю, что после первого года Можно уже либо продолжить активно пользоваться этой картой Либо закруглиться с ее использованием И недостаток, что, конечно, ее могут украсть Преимущество в том, что если кто-то украдет и использует Вы быстро заявите Соответственно, деньги вам будут возвращены на счет То есть не надо будет за эти товары платить Но смотрите сами Сразу скажу, что дополнительные бонусные баллы Которые, допустим, насчитываются вам за то, что вы пользуетесь этой картой Они очень незначительны И надо в действительности тратить миллионы долларов Для того, чтобы получить что-то стоимостью Допустим, в тысячу, в две тысячи долларов Допустим, оплатить свой билет в Москву и обратно Надо будет, наверное, порядка 600 тысяч долларов потратить на карте Что практически в вашем положении невозможно Вот такой мой первый взгляд И такой общий взгляд на кредитную карту Все, что предлагает банк Обычно невыгодно То есть вначале он вам ничего не предлагает Когда вам в действительности нужны деньги Когда же вы уже получите вид на жительство У вас есть кредитная история То в этом случае деньги уже брать через карточку Ну, наверное, не очень выгодно И тогда они начинают вам это предлагать К сожалению, такой жестокий мир капитализма Что касается, как в Германии говорят, фиш-карты Здесь это fisheries card или что-то подобное Эти карты выдаются в Австралии Их можно взять практически в любом месте В любом районе Их распространяют на одну поездку На один день На выходные На месяц На год и на три года Я считаю, что наиболее удобное Это брать на год или на три года От тех людей, которые в действительности увлекаются рыбалкой Приблизительная стоимость Я не думаю, что она сильно изменилась Но в течение года это всего лишь 30 долларов В течение трех лет это 75 долларов Соответственно, мне, допустим, выгодна трехлетняя карта И если вы ловите рыбу, где явно карп и угорь То вероятность того, что на этом водоеме подойдут и спросят вас Наличие этой карты Маловероятно В заповедниках, где вы ловите Где цены по меркам австралийцев породы рыб Соответственно, там рыбоохрана ездит И достаточно часто проверяют наличие лицензии Штраф, насколько я знаю, порядка 200 долларов То есть, я думаю, что неоправданно не иметь фиш-карты Если вы как раз ловите в таких местах Где вероятность проверки на наличие этой карты достаточно высока Вот я думаю, что ответил на этот вопрос И последний вопрос задается по поводу водительского удостоверения в Австралии Это не совсем правильно, потому что водительское удостоверение выдается в штате Соответственно, у нас штат Новый Южный Уэльс Но то же самое и с Викторией в других штатах Австралии Когда вы сюда приезжаете, вы должны приезжать Сделав перевод вашего удостоверения водительского Я знаю, что существуют так называемые европейские права Или международные права Там написано и по-английски Мой опыт говорит о том, что в общем-то переводить даже их надо Но полиция относится достаточно лояльно Никогда не было, чтобы кто-то потребовал с вас, чтобы вы сделали перевод Но даже если потребуют, то никаких штрафных санкций не будет Соответственно, если вы очень любите перестраховываться, вы можете перевести Если нет, то ездите с такими правами до момента получения вами вида на жительство Или до момента, когда вам будут нужны действительности права нашего штата Или любого другого, в котором вы будете жить Порою нужны действительности полные права Потому что вы устраиваетесь на работу, где вождение автомобиля Это обязательное условие работы И требование, чтобы у вас было current license Current New South Wales license, допустим То есть нормальная, полная лицензия нашего штата Или другого штата, где вы живете Если это нужно, то, соответственно, вам придется это получать Чтобы получить такую лицензию, вам надо будет Во-первых, уже перевести в CRC Community Relationship Council Вам надо будет получить там перевод И только там другие переводы не будут Рассматриваться После того, как вы получите этот перевод Вам необходимо будет Во-первых, сдать На компьютере тест Это очень легко Вы выходите на веб-сайт В нашем штате Это rta.nissouthwells.gov.au Находите примеры онлайн И начинаете тренироваться Через день вы уже будете автоматически Отвечать 45 вопросов за 5-10 минут Без единой ошибки Это вам гарантирую Кстати, вы можете эту лицензию получить И фактически в любой момент Вот эту лёнерскую У вас будет лёнерская То есть учебная такая вот Лицензия Соответственно, вы можете водить машину Но если с вами рядом будет сидеть опытный водитель У которого уже давно есть такая лицензия Упрощённо говоря Вы сдали тест на компьютере У вас есть переводные российские права Вы букуете То есть проплачиваете И как это по-русски Договариваетесь о каком-то времени И в это время вы приезжаете на своей машине Или вам дают машину Надо будет смотреть Но обычно на своей машине приезжают люди И проходят этот тест После того, как вы прошли этот тест Вы идёте в RTA Там же Делают вам эту лицензию полную И пожалуйста, ездите По дорогам Австралии С правами вашего штата Права штата, естественно Уважаются, принимаются На всей территории Австралии Но всё-таки технически Это звучит как права штата А не права австралийские Вот это вот третий вопрос Все три вопроса Которые были заданы В течение буквально нескольких дней Спасибо за вот эти вопросы И опять-таки Очень попрошу задавать Такие вот интересные вопросы И я и мои ребята Наши ребята Наши друзья Ребята, которые в нашем проекте Они будут отвечать На ваши вопросы С точки зрения людей Уже живущих в Австралии Спасибо Спасибо